Друзья мои, гуляю по торговому центру. Давно я не гуляла, не ходила по магазинам. Так это увлекательно. Мне очень нравится гулять по магазинчикам. Это так успокаивает нервную систему и вообще расслабляет. Я всем советую просто гулять. Не обязательно покупать что-то, но погулять просто. Ребята мои хорошие, я сейчас походила по магазинам, померила вещи все. И вот поняла, что вот эти ночнушки, да, это лучшее, что здесь есть. Я вот хожу в Хоэм, ну как это по-русски говорят, H&M. В общем, тут ужасные вещи. Это детские, да, детские, я не знаю, не смотрела, но я мерила сейчас это женские вещи. Это просто какой-то кошмар. Это неудобный, сшитый вообще, абы как, тикись-накись. Я не знаю, для кого они шьют. Китайцы вот это массово штампуют все. Ну, конечно, вот смотрите, детские, они более-менее тут с цветом, с этим, да. Ну, это для Швеции, может, они вот так делают, в таких пастельных тонах. Но для женщин просто ужас, просто. Я взяла несколько вещей померить, но хотела комплект на весну себе сделать. И из семи вещей, которые я взяла, только одна кофточка мне более-менее понравилась. Но она, она, как сказать, жарковатая. Качество тоже ткани не очень хорошее. Хочется что-нибудь такое дышащее. Ой, пойдемте домой, покажу вам, что я купила. Еще зашла, сейчас при выходе нашла магазинчик один. Это для дома, для интерьера, всякие украшения. Думаю, возьму вас тоже. Покажу вам, что здесь есть красивенькое. Пойдемте посмотрим. Такие подушечки разные. Чуть-чуть поближе сделала. Различные подсвечники, вазочки. Такие вещицы разные. Украшать интерьер домашний. Ну вот, давайте просто так посмотрим одним кадром, что тут есть. Такие божества золотые, индийские, хиндуистские. Огромные бошки. Такие вот вазочки. Различные, видите, вот такие. Перья, горшки. Кто это будет покупать, не знаю. Очень много всего. Магазин всякой всячины, можно сказать. Мне понравились вот такие вазочки. Смотрите, какие красивые, хрустальные. Очень красивые. Вообще огромные. Есть различные. Вот там наверху, особенно мне зелененькое. Вот это понравилось. Еще смотрите, здесь ароматы. Различные ароматы для дома. Давайте понюхаем сами. Ну-ка я понюхаю. О, это какой-то ориентальный запах. А, этот кислый запах какой-то. В общем, вон там еще наверху полно запахов. Но я не достану. Очень много тут таких. Смотрите. Разных, разных ароматов и свечек разных ароматизированных. Что, смотрите, здесь есть сковородки для оладушек специальные. Много разных посудок. Интересненьких. Разные приспособления кухонные, которые мы знать-то не знаем. Смотрите, это на свечки, это на Рождество. Ставить сюда кастрюльку с этим, с Глинтвейном. И под свечкой подогревать. О, чашки для кофе есть. Вот такая цена, слушайте. И вот эта вещь есть, которая брызгается. Брызгать масло. Не такая была, но она разбилась. В общем, здесь великое множество всего для кухни. Для украшения кухни и столовой. Кружечки различные для яиц вареных, подставки. Сушицы пользуются такими, я знаю. Стаканчики различные. Это что такое? Сушицы какие-то или что? Vegetable chopper. Что это дело, chopper? Электричество. О, у меня вот такой миксер нужен. Ну, мне нужно помощнее что-то. В общем. О, еще смотрите, что увидела. Все, хочу выключить камеру, да, и сейчас что-нибудь увижу, да увижу. Ай. Ай, это я своей сумкой, у меня сумка с покупками задела. Знаете, какие красивые кружечки. Адреть, не осторожно, а то вот разобью вот такой вот люкс бриллиант. Что потом буду делать? Пришла я. Привет, привет всем, мои хорошенькие. Пришла с магазина. Сейчас вам покажу, что я купила, какие покупочки совершила. Так, что тут у меня? Купила себе вот такую вот резиночку. У меня разных цветов такие резиночки есть. Есть розовенькая, есть голубенький, черненький. Даже у меня золотая есть. Блестящая. Но вот такого цвета не было. Знаете, какая красивая, да? Красивая резиночка. Ну, я хочу купить такого цвета себе какую-нибудь кофточку или платьюшку, и нужно будет. Так, что я купила? Зубные щетки. Я зашла в магазин, который называется Нормаль. Нормаль. И там я хотела купить карандаши, но до того я зашла в другой магазин, и там я увидела скидки на карандаши для бровей. Я как из голодного края. Смотрите, сколько купила. Вот сколько. Как вы думаете, почем они? Это все коричневые карандаши. Разные. Вот эти можно точить. Вот эти нельзя точить. Смотрите, почему они. По 20 крон. 20 крон. Была скидка, и я накупила вот 4 таких. И один такой. 5 карандашей. И один карандаш для губ. Вы уже, если кто меня давно со мной, со мной, вы знаете, что я карандашом губы крашу. В общем, карандаши у меня. Татуировку на брови делать не буду. Лучше карандаши на карандаше деньги будут тратить. Так, ну в Нормаль все-таки я зашла. Я купила там себе вот такой дезодорант без запаха. Дезодорант. Купила вот такой себе крем вазелиновый для рук. Ну-ка попробуем сразу. Сразу мы с вами и попробуем его. Вот такой крем. Крем вазелиновый. Пахнет вкусно. Он у меня такой был уже крем, поэтому я его взяла. Он очень быстро впитывается. Вот знаете, как в сухую землю идет крем. У меня руки сухие, особенно вот час зимой. Это вообще что-то невозможно. И вот это вот 10 дней было буду дома. Ну вот неделю уже побыла. И уже руки у меня лучше стали. Вот намного лучше. Все-таки я бы не сказала, что я работаю там, что-то делаю там много руками. И в перчатках в основном работаю. Но почему-то руки вот портятся. Так, мыло да, купила. Ах, вкусно пахнет. И еще вот это. А, вот это купила. Это средство. Я обычно покупаю такой Аякс, но я покупаю розовый. Розовый, как розовый, вот этот цвет такой же. Покупаю розовыми розочками. Вот так вкусно пахнет. Это в ванной везде, пуцаю, вот так вот побрызгаешь и все протираешь. Очень хорошее вот это вот кафель протирать. Ну, а это с лимончиками взяла. Никогда лимончики не брала. Взяла с лимончиками. И самое главное, смотрите, что я купила. Вот такую вазочку. Это вот этот магазин последний, в котором я была. Вот такую вазочку. У меня как раз вчера, вчера у меня поломалась вазочка. Как раз, когда я не вазочка, а вот такая. Сейчас покажу. Как раз, когда я снимала видео, я делала творожник. И она у меня треснула. Вот представляете, ни с того, ни с сего. Дрыг, такой звук, я слышу. Или от горячей воды. В общем, не знаю, от чего она у меня. Я такой сижу такая, да, и звук слышу. Кр-кр-кр-кр-кр-кр-кр-кр такой. Потом я думаю, что такое. Пошла там смотреть на кухню, вон там. Думаю, может, что. А она у меня лежала в мойке посудомойке. Наверное, вода горячая попала. Почему она после того треснула? Ну, я замочила и оставила там. И потом она треснула. Я вытянула. И вот тут же, извините, сегодня купила вот такую. Там у меня потяжелее была. Там была прям такая толстая, да. Ну, а это вот такая вот. Там тоже была вот такая рельефная. Ну, она была с этой стороны, а вот эта с этой стороны гладкая. Хорошая вазочка стоит всего 70 крон. 69 крон купила такую вазочку. Вот, беремен, вазочка есть. Ну, там можно тесто. Вот как раз я снимаю видео тесто. Тут вот так мешаю, ручками делаю. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. И снимаю. Красивая вазочка, да? Может быть, хочу еще в Икею сходить, в Икею что-то посмотрю. В общем, вот такие вещи я купила. Всякие вот вазелиновый крем для рук. Смотрите, какие ручки сразу хорошенькие у меня стали. Хотела вам сказать про вещи, которые в магазинах продаются. Вот в женском отделе я посмотрела, померила некоторые вещи. Хотела на весну взять себе такой комплект черный. Такая красивая полу-водолазка. Полу вот досюда. И рукав такой короткий, такая обтягивающая. Нашла свой размерчик. Такая вот типа водолазка с коротким рукавом. Да, ну не полностью, а вот такая вот. Закрывает горлышко вот так вот. Так я люблю. Потом, что я там нашла? Прозрачную кофточку. Раньше у меня такой комплект был. Это шифоновая кофта такая, ее одеваешь сверху. Длинная, как рубашка. Она такая просвечивающаяся. И брючки я себе там взяла. Ну, черное все. Черные брючки такие элегантные. Вот это вот полу-водолазка. И сверху одевать вот эту шифоновую длинную такую разлетайку. Думала, у меня такой комплект раньше был. Короче, пошла туда, да, померила эти все вещи. Это вообще, это какой-то ужас. Это кофточка, да. А, я еще платьюшка взяла себе такое черное, тоже трикотажное. Они шьют, я не знаю, вот эти вот рукава, да, они как-то тянут туда-сюда, вот так находят друг на друга. Я не знаю, как они шьют, как они располагают ткань. Раньше вот, когда мы шили, даже нас учили шить, да, что ткань надо как-то располагать, чтобы она вот так тянулась, не вот так вот. А как они там шьют, они ее там, наверное, ложат эти выкройки, как попало, по косой, по какой-то прямой, я не знаю, по параллельной линии. Что там, ну, вообще невозможно. И даже если его постираешь, эту вещь, да, она не выпрямится, она, наоборот, еще хуже, вот такая вся будет, да. Потом эта кофточка, которая прозрачная, черная, я говорю, это очень трудно такую вещь найти, хорошую. У нее воротник-то, с воротничком такая, да, воротник вот так лежит, прям лежит, там они не подкладывают такую жесткую, такую, раньше, как она называлась, я не знаю, как это называется. Ее подкладываешь туда, проглаживаешь, и она приклеивается, и держит воротничок хорошо, красиво. А это прям вот так, как размазня валяется, знаете, никакого вида нету, не стоит, ничего. Потом что там еще было? А, сама ткань ужасная, это какой-то, я не знаю, что это такое, что это за ткань. Какая-то вот, я даже не могу сказать, это и не шифон. Шифона вообще сейчас нигде и не пахнет, нету таких тканей, я не знаю, что сейчас, к чему мы идем вообще, мир куда идет. Нет, чтобы какой-то прогресс был и улучшение, да, наоборот, все ткани, вот все материалы, все хуже и хуже. Потом я зашла в штатив. Вот такой у меня один штатив есть, один историчный штатив. Вот этот, который поломался, этот у меня может стоять, да, но вот тут не работает. Вот тут он у меня упал, тоже треснул и поломалось. Потом, есть коричневый, все тут хорошо, вот тут одна оторвалась. Потом я, ну в общем, я зашла в магазин, как он называется, Шелл и компания, зашла в этот магазинчик, ну спросила там такие для блогеров, значит, штативы, он мне показывает штатив, невероятная цена, да, и я говорю, откройте, покажите мне, он говорит, ой, это последний экземпляр, вот я не могу его открыть. Я говорю, а что же я должна вам покупать, это, не знаю, что я покупаю, и стоит он 500 крон. Я сказала, не надо мне тогда, и пошла, значит, думаю, пойду, выпишу потом по интернету. Он тоже по интернету выписываешь кота в мешке, вроде на картинке он хороший, да, такой смотрится, качественный, да, а когда приходит вот так вот месяц, максимум месяц-два попользуешься, и все, он у тебя ломается, летит, не знаю, что происходит, не знаю даже, в общем, что там еще, насчет вещей, это просто невозможно. Я не знаю, как, где теперь покупать, есть, конечно, дорогие магазины, там брендовые, да, но вы что думаете, там лучше качество, там вообще качество совсем не лучше, я не думаю, что они делают прям такие вещи, наверное, все шьют в Турции, это, в Турции или на Бишкеке. Я хотела сказать насчет моего последнего видео, не последнего, а предпоследнего, где я плов готовила, да, мне так интересно, и люди пишут, и такие слова еще плохие мне говорят, идиотизм, какой ты плов приготовила, это не узбекский плов, вот у людей есть чувство юмора, есть или нету, я не знаю. И потом, знаете, блогеры же, они разные бывают, у каждого блогера свой стиль, своя манера говорить, свои причуды, каждый блогер, это причудливый человек, если так вот взять, да, не скажешь, что, все думают, что блогеры ненормальные, но на самом деле это так, нормальный человек не идет в блогерство, нормальный человек сидит и смотрит на этих ненормальных, представляете, поэтому у каждого свои причуды, и у меня, например, такие причуды, я разговариваю таким образом, люди, например, ждут, что я там всяк, да, и буду такой плов готовить, там, ух, давай, вот это столько граммов, это столько, ну, а я свои рассказики рассказываю, и люди, может быть, удивляются, которые первый раз зашли и посмотрели, скажут, что там она говорит, ну, как говорится, на каждый горшок найдется своя крышка, или на каждую кастрюльку найдется своя крышка, и вот так же на меня находятся мои подписчики, которые на меня смотрят, может быть, им интересно. А потом, знаете, к людям привыкают, вот, например, я тоже привыкаю, я подписана на нескольких человек, да, которых я не могу не смотреть, иногда мне неинтересно, иногда я вообще их не смотрю по неделям, по месяцам, да, но все равно я от них не отписываюсь, потому что думаю, что там у него произошло, у этого блогера, да, и это, всегда мне интересно, я никогда от таких людей не отписываюсь, поэтому вот такие вот дела, все разные люди, и, как я уже сказала, блогеры все ненормальные, нормальных нету, нормальные только смотрят. Такие вот дела, мои хорошенькие, все вот показал, вам рассказал о сегодняшний день, он у меня еще не кончился, сейчас у нас сколько времени, сейчас скажу, сейчас у нас время, без 15.03, видите, телевизор у меня как, бегают люди, тут они бегают, тут у меня машинки ездят, люди ходят, заглядывают ко мне, привет! заглядывают ко мне в окна. Ладно, мои хорошие, будем дальше жить, будем дальше смотреть свой YouTube, будем продолжать все, как сказать, свою рутину. Я отдыхаю, у меня еще несколько дней осталось в запасе, я прям, прям балдею, сплю до 11, не сплю до часа, в общем, у меня вот такая сейчас, такое расписание, ну, у меня такое расписание и раньше было, никаких изменений нету, просто то, что вечером дома сижу, отдыхаю, лежу на диване, но с другой стороны, все равно хочется бегать дней, вы знаете, вот я сейчас прошлась, у меня уже кондиция уменьшилась, потому что уже несколько дней у меня нету вот этой вот постоянной физзарядки, кондиция уже, знаете, понижается, поэтому надо тренироваться, и поэтому мою работу бросать не надо. Так что будем продолжать, жаловаться не будем, будем только радоваться. Мои хорошие, всех вас люблю, всего вам желаю хорошего, будьте радостны и счастливы и добренькие.